Привет, интернет! Если вы интересуетесь далекими звездами, отмечаете день космонавтики или просто смотрели фильм «Вызов» с Юлией Пересильд, то сегодня вам будет очень интересно. Заинтриговал? Тогда в путь! Благодаря Министерству внутренней политики Владимирской области, Ассамблее народов Владимирской области, а также Владимирскому филиалу «Ранхикс» у меня, как у сотрудника Дома Дружбы Народов Владимирской области, появилась уникальная возможность побывать с экскурсией в Центр подготовки космонавтов, который находится в Московской области. Выражаю огромную человеческую благодарность за такую возможность. Так, 15 июня 2023 года мы отправились в научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Субтитры подогнал «Симон» Звездный городок – это поселок городского типа и закрытый военный городок. Для меня это большое счастье привезти отсюда материал, хотя я и сомневался, что разрешат поснимать. Городок расположен всего в 25 километрах к северо-востоку от Москвы и окружен со всех сторон территории городского округа Щелково. Здесь проживает чуть более семи с половиной тысяч человек. Юрий Алексеевич встретил нас буквально сразу. И он был не с пустыми руками. Юрий Алексеевич говорит, что очень любил дарить цветы женщинам, даже если они были с соседской клумбы. Ну, герою-то простительно. Начиная с 1960-х годов Здесь готовили всех советских, российских и даже некоторых иностранных космонавтов к полетам в космос на отечественных пилотируемых космических аппаратах, а также на международной космической станции. За два с лишним часа погружения в космонавтику мы узнали, с чего начинается дорога к звездам, а также увидели, где закладывается фундамент будущих космических открытий. Мы посетили несколько интереснейших залов, первым из которых была центрифуга CF-18, которую вы также могли видеть в фильме «Вызов». Этот аппарат – настоящий гигант. Находиться рядом с ним в пустом круглом зале – жутковато. Размеры подавляют. А ведь кабина центрифуги способна вместить максимум двух испытуемых. Но зачем же нужно вместе с ними крутить 305 тонн металла? Это один из конечных методов испытания, который дает однозначную картину готовности организма к космическому полету. Ни один космический турист, будь он хоть трижды миллионером, не сможет отправиться на орбиту, миновав тренировки на центрифуге. Стандартные испытания для проверки физиологической стойкости к перегрузкам занимают всего минуту. Центрифуга выходит на уровень перегрузки 4G. При этом космонавт в течение 30 секунд должен отработать определенные действия. Внутри кабины закреплена автомологическая дуга, на которой по команде врача загорается световой индикатор. Задача космонавта – максимально быстро среагировать и погасить индикатор нажатием клавиши. Так замеряется скорость реакции и возможности периферийного зрения, которое при перегрузках ухудшается. Продолжение следует... Продолжение следует... Каждый из нас хоть раз видел по телевизору, как космонавты во время подготовки к полету плавают в скафандрах внутри огромного бассейна. Такой специально оборудованный бассейн называется гидролабораторией и служит для имитации невесомости при отработке выходов в открытый космос. Основную центральную часть здания гидролаборатории занимает огромный цилиндрический резервуар диаметром 23 метра и высотой 12 метров, с заполненной пятью тысячами тонн воды с температурой около 30 градусов. Поскольку работу под водой связана с определенной опасностью, космонавтов в скафандрах сопровождают аквалангисты в легководолазном снаряжении. Продолжение следует... Наверняка многие слышали о Международной космической станции, о том, что она летает вокруг Земли и в ней живут космонавты во время своих длительных экспедиций в космос. Это точная копия российского сегмента МКС. Здесь есть все необходимое космонавтам для жизни и работы. Это центр управления станцией, огромное количество разных систем, обеспечивающих работу станции, космический стол для приготовления и приема продуктов питания, каюты космонавтов и даже космический туалет. Субтитры создавал DimaTorzok Комплекс тренажеров российского сегмента МКС предназначен для отработки экипажем и наземным персоналом навыков по эксплуатации систем и полезной нагрузке российского сегмента станций в штатных и расчетных нештатных ситуациях, выполнение многочисленных операций, а также обеспечение безопасности объединенного экипажа и живучести МКС. Наиболее яркие и памятные воспоминания остались в зале космического корабля «Союз», вернее, современного комплекса тренажеров транспортных пилотируемых кораблей «Союз». Это не компьютерная игра и не развлекательный макет, это настоящий космический корабль, точно такой же, как тот, на котором космонавты летают на МКС. Эти тренажеры моделируют работу всех необходимых бортовых систем и движения корабля, а также визуальную модель обстановки, наблюдаемой экипажем в оптических и телевизионных средствах наблюдения спускаемого аппарата корабля. Здесь у нас была возможность почувствовать себя в роли пилота и попробовать залезть в тренажер. Безусловно, эти эмоции и фотографии останутся в памяти на всю жизнь. Как говорится, такое бывает раз жизни, и то не у каждого. Станция «Мир» – полная копия той, что находилась на орбите с 1986 по 2001 года. И хотя внутри самих тренажеров мы уже не побывали, зато познакомились с предметами быта – питание, одежда, средства личной гигиены. Продолжение следует... Продолжение следует... И в завершении загадали желание, прикоснувшись к вечному. Быть может, на счастье или на удачу. А быть может, чтобы вернуться сюда снова. Это было бы космически здорово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok